Формула проста, то есть мы должны добиться симметрии тела настолько, насколько это возможно, а возможно очень точно, точнее, чем до миллиметра, но нужно, конечно, постараться. Это даст мышцы, ведь одинаковые длинные, правильно? Это даст их равномерную работу, а значит их тонус снизится до нормального, по расслабленным мышцам, как бы сквозь них, мимо них начинают работать сосуды и приносить к околопозвоночной, в основном области, хотя и к суставам тоже относятся, начинают приносить достаточно кровотока. Так вот, все это сделано и в этом режиме человек должен находиться больше месяца, явно больше месяца и для этого служит базовый комплекс, для этого служат некоторые специальные упражнения, техники, медикаменты, много чем для этого служит. Так вот, из этого режима выходить-то нельзя, почему-то многие люди думают, что вот он там вошел в этот режим и вроде как, ну вроде как вышел, а чего? Вообще, на самом деле, понимаю, сам таким был, но сейчас, вот если мы действительно всерьез за восстановление, сейчас так мыслить нельзя, мыслить нужно четко, вот я, допустим, выравниваю, кровоток усилю, все, вы поддерживаете. И что будет происходить, если вы, допустим, это делаете, что не делаете? Если вы это делаете, то для восстановления большинства клеток нужна кислотность среды, близкая к нейтральной, там слабо кислая, слабо щелочная, очень сильно зависит от тканей и условий, но никакое закисление, как после физической работы, точно не приведет ни к чему хорошему. Как происходит в тренинге? Околопозвонковые сжимаются, вот эти все мышцы работают, молочная кислота прет, заминку тотально никто не делает и в итоге мышечный спазм есть, нарушение кровотока есть, закисление есть и силы потрачены, печень начинает ремонтировать мышцы. Но позвольте, мы, если занимаемся так вот серьезно восстановлением, нам нужен микроциркуляция, раз, близкая там к нейтральной, обычно слабо щелочная реакция, 2, печень должна строить белки, которые пойдут на ремонт в основном связок, хотя и мышцы туда, куда надо, там, допустим, ну вот сюда, да, на вскидку, сюда, а не сюда, оп, держи. И то есть это абсолютно две разные противоположные ситуации. Если вы думаете, что вы в одиночку сможете вот так вот легко между ними переключаться, то это очень большие затраты энергии и на переключение, и на тренировке. Поэтому я говорю, что мы делаем только то, что я сказал. Либо все остальное под свою ответственность. Не потому, что я такая, там, допустим, злая зараза, не потому, что я перестраховываюсь, а просто, если вы хотите быстро, то нужна концентрация. Две ситуации. Расширенный кровоток, мягкие мышцы, нормальная кислотность крови и сред, и лимфы, и всех остальных жидкостей, это одно, жуткое закисление, спазм и недостаток кислорода с другой стороны. Вот чаша весов. Я прекрасно понимаю тех, кто хочет тренироваться, но есть очень простая аналогия. Мы должны превратить себя в теплицу. Теплица, это когда туда семена посадили, и вот мы вокруг них трясемся, не дай бог сквознячок, не дай бог там лишнее солнце, там, сожжет нежные листья. Почему теплица? Ну, потому что, допустим, клетки, которые начинают восстанавливать связки, они, ну, действительно рассада, они очень нежные, но благодаря этому они быстро растут. Если вы создаете им все условия, образом жизни, о чем, собственно, и блог, в частности, и видео, то они растут. Если не создаете, не растут. Выбор за вами.